всем привет вы на канале время вязать и сегодня мы с вами будем вязать косую майку вот такие две части нам нужно связать а я набираю 75 петель и вяжу лицевой гладью лицевой с другой стороны изнаночной платочная здесь с этой стороны мы будем прибавлять каждом лицевом ряду а с этой стороны с правой будем вязать прямо и так нам надо прибавить 10 петель то есть 10 лицевых рядов и в общей сложности 20 рядов вязать я буду из пряжи фибра натура cottonwood здесь 50 грамм 100 105 метров довольно таки не тоненькая ниточка спицы они рекомендуют 375-4 с половиной я буду вязать на четверке четверка но можно вообще четыре с половиной можно даже пятерку брать под эту пряжу она должна быть такая неплотная потому что будет косая и надо чтоб она немножко была такая воздушная смотрите вот эту часть мы свяжем с вами до 20 петель в общей сложности мой 20 рядов общей сложности у нас получится прибавки будем делать только с одной стороны вот а далее мы с вами будем вязать с правой стороны мы делаем убавки в каждом лицевом ряду а с левой стороны мы также продолжаем делать прибавки то есть она у нас получается вот такая косая потом мы просто закрываем девочки всем привет меня зовут екатерина кто еще не знает будем рады знакомству у меня есть канал телеграме и телеграм чат подписывайтесь ссылку оставим ниже там у нас бесплатные мастер-классы есть платные мастер-классы канал о вязании только о вязании в чате вы можете скидывать свои изделия делиться с нами своими идеями и там я рассказываю все про пряжу все про инструменты для вязания и выкладываю идеи очень но я думаю что очень интересно обязательно подписывайтесь и заходите смотрите будем рады просто обыкновенно я закрыла ее полностью и приступим к сшиванию то есть нам надо связать две одинаковые части я буду вязать ну я как бы взяла разные цвета будет мне кажется прикольно сочетаться вот эти два цвета а вообще можно из однотонной вязать или меланжевая какая-то красивая будет прикольно тоже смотреться вообще вот вот это вот майка косая майка она очень красиво смотрится набираем 75 петель первое набираем не сильно туго еще я вам покажу в этом видео как вязать лицевые петли чтоб было ровно что петли были напрягучие а вот ровненькие ну конечно после стирки они еще разровняются так набирайте нужное вам количество петель ну то есть смотрите на размер ваш если у вас допустим там побольше будет 48-50 но вы уже примерно уже знаете сколько вам надо петель набрать на на футболку или на кофту сколько на новой сливы из хлопка вязали у меня получается наверное две с половиной петли в сантиметре я уже так считаю 150 петель мне как бы достаточно будет но еще с учетом того что мы здесь вот прибавим до 10 петель у нас она расширится на 85 петель поэтому 75 не будет достаточно на размер 44 46 так набрали петли разворачиваем вязание и вяжем первый ряд изнаночными первую снимаем и вяжем изнаночными все до конца связали изнаночный ряд получается второй ряд у нас лицевой с этой стороны мы просто вяжем с этой стороны будем делать прибавку и смотрите как вязать ровно первую мы снимаем вторую мы вяжем смотрите не вот так захватываем ниточку захватываем ее снизу вверх еще раз покажу не сверху вниз а снизу вверх захватываете так вот и вытягиваете вот так снизу вверх просто снизу подхватываем втягиваем ее хорошим способом удобным но если вы хотите чтобы у вас рисунок лицевой был ровненько ложился и петли не прыгали то я вам предлагаю вот так связать это очень красиво получается ну и как бы вы привыкнете и будете так вязать потом постоянно довязываем так до конца до кромочной потом сделаем прибавку вот у нас одна кромочная осталась мы из протяжки делаем прибавку просто поднимаем протяжку накидываем ее на спицу вот и провязываем ее скрещенную чтобы дырок не было и изнаночной провязываем кромочную разворачиваем вязание и изнаночный ряд мы вяжем все изнаночные без изменений но вяжем изнаночные за заднюю стенку опять же чтобы были петли ровные мы вяжем за заднюю стенку вот эти не вот сюда не за переднюю потому что это будет скрещенная петля у нас а именно за заднюю за заднюю подхватываем и провязываем вот за заднюю подхватываем и провязываем так мы с вами вяжем до конца ряда и не забываем прибавлять в лицевом ряду с одной стороны пока петли вот получается изнаночный ряд мы провязываем просто все изнаночными а в лицевом ряду мы прибавляем пока с одной стороны думаю всем тут все понятно а так прибавки делаете с этой стороны 10 лицевых рядов и так смотрите я связала 20 рядов вот с этой стороны у меня ровно а с этой стороны смотрите у меня получилось вот так вот далее мы вяжем в каждом ряду здесь мы прибавляем одну петлю также а здесь мы делаем убавку и она у нас вот вот такая получится покажу как я делаю убавки в какую сторону чтобы они были вот такие вот красивые смотрите вот такой красивый край первую мы всегда снимаем а потом две петли нам надо развернуть вот так разворачиваем обратно их возвращаем на спицу и провязываем две вместе вот у нас она сюда ушла и так мы с вами убавляем в каждом лицевом ряду прям до конца вязания дальше вы вяжете все лицевыми и в конце делаете прибавку изнаночный ряд провязываем просто изнаночными без всяких изменений на длину вы вяжете как вам надо длина чтобы была в футболке у меня будет длина смотрите как мерить длину вот от этого края и вот так вот ровно вот сюда почти в середину вот это у нас должна быть длина изделия которое нам нужно у меня у меня получилось 48 сантиметров вот здесь у меня 48 сантиметров ну то есть таким макаром вы можете связать себе и длинное платье допустим до колен тоже будет прикольно смотреться и так связали теперь две части теперь будем сшивать сшивать я буду крючком и швы у меня будут наружу вот смотрите мы с вами отмечаем берем часть которая короткая которая вот не вот эту часть это у нас длинная а вот это вот которая короткая здесь у нас сверху будут плечи вот и от плеча у меня пройма будет 15 сантиметров мне надо отметить вот 15 я помечаю маркером и вторую часть тоже короткую так которая короче вот она у меня также мы такую же помечаем длина 15 сантиметров тоже маркером я помечу и будем сшивать кладем так же как мы и вязали изнанка внутри а лицевая наружу а это часть изнанка но тоже сюда вот к изнанке а лицевая вот так наружу и смотрите как мы будем сшивать вот эту вот маленькую часть мы прикладываем вот к этой большой но прикладываем вот видите 10 рядов вот эти которые мы без прибавок вязали мы их оставляем вот этой короткой части мы прикладываем уже к прибавкам где мы начали прибавлять вот так вот вот эта часть у нас просто остается и я сшиваю просто крючком за две кромочные вытягиваю нитку и так вот сшиваю вообще можно и сшить иголкой тоже очень красиво получается у меня сейчас крючок под рукой и мы с вами сшиваем просто две кромочные захватываем и такой вот шовчик будет получается две кромочные здесь и две кромочные здесь и вот так крючком я сшиваю до нашего маркера вот как идет вот так вот ровненько каждую кромочную мы с вами сшиваем и вот пока вот не появится маркер на горизонте вот то есть до вот этого маркера мы сшиваем все остальное это у нас будет пройма рукава далее мы сшиваем с этой стороны все тоже самое только наоборот здесь у меня этот цвет вот это вот мы хвостик оставляем и вот где начали прибавлять первую кромочную прикладываем вот к этому краю и так же мы с вами сшиваем вот так вот сшиваем 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 до маркера и так смотрите мы сшили боковые части вот так вот у нас это все получилось оно постирается вот тут все разровняется так с одной стороны и с другой стороны вот такой красивый шовчик у нас получился теперь мы сшиваем плечи смотрите я одну уже сшила у меня получилось плечо 12 сантиметров но это вы уже там смотрите на ваше усмотрение какую вам оставить горловину широкую или нет у меня 12 сантиметров точно так же я сшила второе плечо берем край и здесь вот так прикладываем и каждую кромочную мы захватываем берем крючок вот в первую кромочную вставляем и здесь тоже первую кромочную берем нитку вставляем небольшой тут кончик чтобы нам потом спрятать и поехали сшивать вторую кромочную вот за две протягиваем ниточку так что-то зацепилось нитки такие у меня расслаиваются и цепляются протягиваем здесь подтянули хвостик и все и начинаем сшивать опять за каждую кромочную кстати у нас у меня ушло всего 4 мотка два желтых и два синих так мы с вами сшиваем ну в моем случае 12 сантиметров я сшиваю плечи и на что будет готов станет столько постирать вот так смотрите здесь у нас такой шовчик идет с этой стороны вот так сшиваем 12 сантиметров девочки смотрите какая красота у нас получилась называется косая майка плечо одно уходит назад а другое вперед и за счет швов наружу вот такая вот красотень мне кажется обязательно надо вязать разными цветами эти две штучки потому что так вообще прикольно смотрится смотрите как сзади если вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем пока мне показывай съемте лайки и я даже там я я не